Поехали, друзья, что у нас? Маргинал и Вахштайн определяют понятие науки. Да, вот, социология, это гуманитарная наука или нет? Это общественная наука. Нет. Ну, опять же, да, то есть, давай все-таки пытаемся разобраться с тем, что мы вкладываем в эти странные демартации. Да, то есть, там, все эти прекрасные, значит, шутки про то, что науки делятся на естественные, неестественные и противоестественные. И знаменитый ответ на это развлечение, то, что на самом деле науки делятся на общественные и антиобщественные. А это, как бы, развлечение не очень работающее. Но прежде всего просто потому, что не решена базовая проблема о том, как отделить науку от не науки. Ну, блин, у Вахштайна эта позиция, согласно которой еще не решена проблема, как отделить науку от не науки. Что это вообще значит? Как захотели, так и отличили, соответственно. Взяли критерий Поппера, используются критерии Поппера, значит, наука. Не используется, значит, не наука. Все. Ну, вот решили мы так теперь, допустим. Так решили. Все, порешали. Ну, либо по-другому, я не знаю. Люди надевают белые халаты, значит, они ученые. Все, демаркация науки проведена. Как захотели, так и решили. Ну, это просто вопрос в том, а что такое наука вообще, да? Это какая-то штука, которую потрогать можно, но, может быть... Это то же самое, что и общество. Это воображаемая, как бы, хуета, которой занимаются некоторые люди, по сути, да? Абсолютно воображаемая деятельность, на самом деле. Ну, определенным образом организованная, конечно, но при этом все равно абсолютно воображаемая структура. Ее на самом деле нет. То есть, если, конечно, ты в этот момент не являешься каким-нибудь суперуверенным в себе комментатором с Ютуба, который всегда точно знает, где проходит граница науки и науки? Да нигде не проходит. Ну, в смысле, ее нет. Мы придумали слово наука и сами придумываем к ней демаркацию. Как хотим. Нам похуй просто. Нам плевать. Нам на самом деле просто плевать. Че угодно можем придумать. Любой критерий демаркации. Более-менее наиболее хорошие критерии демаркации методологические. Берем по методологии. Их хотя бы отличать тогда можно. Ну, например, методология, как, ну, метод фальсифицируемости Поппера. Берем? Берем. Окей. Если есть этот метод, значит наука. Если нет этого метода, значит не наука, например. Просто-просто. Хотя бы отличить можно. Шадов. А с чего ты взял, что демаркация науки проведена? Ну, потому что ее проводили, как минимум, исторически. Несколько раз это попытались сделать. Для Вахштайна принципиально важно просто доказать, что социология это тоже наука. Понимаете? Есть, типа, не просто естественные науки, но есть и социология. Она тоже очень крутая. Ну, окей. Ну, окей, социология очень крутая. Да, классно. Действительно классно. Социология очень классная. Да, согласен. Клевая, интересная дисциплина. Правда, жалко, что она не соответствует по критерию Поппера никаким образом. Да, ну, не соответствует демаркации науки. Ну, не наука она по Попперу. Окей. Демаркация Поппером была проведена? Была. Мы можем другую демаркацию взять. Можем у Фейрабенда взять демаркацию. Просто у Фейрабенда вообще все наука. Ну, это серьезно. У Фейрабенда там религия наука, вся философия наука. У него просто вообще размыто понятие науки. Ну, Максим, не нахер слать. Не нахер слать. Понимаете, в чем дело? Гуманитарные дисциплины, они вообще, ну, за границей, они не называются науками. Они артс называются. Ну, они называются артс просто, понимаете? Ну, искусство. Мы изучаем, короче, не как устроена природа, а как устроено там человечество. Немного по другим критериям, совершенно другая методология. Это все равно интересно, это все равно подробно, это все равно основательно, там все равно свои факты, там все равно своя логика построения, да? Но именно потому, что там свои методы, свои факты, свое устройство вот этих систем, именно поэтому, ну, они фундаментально отличны от того, что принято называть наукой в смысле естественной науки. Слово science, естественная наука, оно как бы, ну, вот оттуда все берется. У нас эталон, это наука, science, понимаете, в чем дело? У нас изначально наука, это вот, ну, вот она, вот, science, типа, естествоиспытания, теории естественные и так далее, и так далее, и так далее. Вот, 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 вот с этим мы сравниваем, это эталон, как бы, мы ставим там гуманитарную науку, сравниваем с естественными, вот, science, и вроде бы science или не science, мы не знаем, да? Science, короче, биология, химия, там, не знаю, физика, и не science какой-то, вот сомневаемся, science или не science. Ну, и studies еще есть, и arts, и studies, там по-разному можно назвать, но это другое, это методология просто другая в гуманитарных науках и в общественных тоже. Ну, хотя общественные науки, они между гуманитарными и, ну, собственно, естественными находятся, потому что они математику активно применяют. В этом смысле есть определенный толк, как бы, социологию, может быть, немножко поближе по степени сходства поставить к science, но... Ну, еще вот так называемая проблема демаркации первого порядка, тебе, как человеку погруженному в философию, тоже хорошо известно, что проблема нерешенная. И поэтому... Да, человеку погруженному в философию очевидно, что эта проблема нерешенная, да тут у меня никакой проблемы. Проблема в том, что здесь нет никакой проблемы, потому что нет никакой науки, как некого объекта исследования. Ну, кстати, для социолога может быть наука объектом исследования. Ну, не для них общество объект исследования, а наука как отдельное общество, да. Ну, может быть. Для биологов, ой, для социологов действительно наука может быть предметом исследования. Но формально наука не есть некий предмет. Это метод, что ли, опять же. Это подход, опять же. да мы ходим не знаю но понимаете в чем дело если а бля social science реально как у бога звучит ужас спасибо максим спасибо теперь буду знать что все так плохо все-таки social science забавно забавно но есть разные философские модели которые позволяют эту границу провести да почему они разные потому что никакой науки на самом деле нет все просто наука не есть нечто реальное не получаем единого ответа вопрос что такое наука до тех пор пока четко не выберем для себя ту базовую философскую позицию с которым это развлечение производит тут скорее зависит не столько от философской позиции сколько от того какие критерии демаркации мы избираем например если мы берем в качестве критерия методологию неожиданно то окажется что у нас есть один тип наук ну например естественные науки да у них более-менее целостная методологии то она внутри различие различается понимаете работа химика отличается от работы физика работа физика отличается от работы биолога и так далее но при этом общее какие-то положения и в целом вся естественная установка она к естественным наукам принадлежит то есть у них очень много общего а вот уже у всяких общественных наук причем общественных наук метод методы еще более разные потому что общественные науки это юриспруденция социология вроде бы даже отчасти история сюда может быть вплетена то есть понимаете вообще очень разные методы общественных наук они прям общественные науки собрали в себя кучу разных уникальных дисциплин прям вообще уникальных, прям с интересными подходами, методами, с интересным отношением к предмету. Общественные науки вообще проблематичны, на мой взгляд, сами по себе. Гуманитарные науки, они более предметно тоже целостные, по той причине, что вот у нас есть естественные науки, есть гуманитарные. В гуманитарных науках хайлайт будет, да, хайлайт будет. В гуманитарных науках все более-менее сводится к изучению одного и того же, то есть, некоторые артефактов, искусства, которые нередко описывались текстом, даже музыка текстом описывается по большей части, а музыки пишут тексты, да. И на этом работает все, искусствоведение, на этом работает культурология, изучение текстов. А какой основной метод изучения текстов? Ну, это герменевтика, соответственно, более-менее, плюс-минус, но это герменевтика. Ключевой метод практически для всей гуманитарщины, это герменевтика, способ понимания какой-то. Один из типов герменевтики хотя бы должен быть. А вот социологические, общественные науки, они очень хитро устроены на самом деле. По-моему, туда поместили все, что не влезло в остальные градации. С точными науками тоже все понятно. Точные науки, они тоже не науки, они ничего не исследуют, у них цель совершенно другая. И при этом они работают с формальными системами. Причем нередко не просто работают, они работают над созданием формальных систем. То есть формальные системы не изучаются как нечто существующее в мире. Формальные системы создаются в процессе, и то, что создается уже, то, что было создано людьми в рамках этих дисциплин, уже может изучаться, исследоваться, апробацию некую проходить. Но это не какие-то реальные объекты обычные. И точно так же развлечение на гуманитарные и естественные науки, оно уже предполагает, что сначала мы, во-первых, заняли определенную философскую позицию, чтобы ответить на вопрос, что такое наука, что такое не наука. А после этого, уже проведя эту границу, заняли вторую позицию, чтобы отделить науки правильной от неправильных, или твердой от мягких, или так далее. Соответственно, может, давай начнем с вопроса о границах наук, а уже дальше сделаем шаг в границах дисциплин, и попробуем понять, где там находится социальная наука. И почему социология, а не гуманитарная дисциплина. Соответственно, когда мы говорим про границы между наукой и ненаукой, вот это вот проблема демаркации первого порядка, то вообще первый вопрос, который мы должны задать, вопрос, который, понятно, очень близок социологу науки, но точно так же, я думаю, и философу науки, это вопрос о позиции наблюдателя. То есть, кто тот, кто проводит эту границу? Где он стоит? То есть, где находится тот, кто проводит границу между наукой и ненаукой? На полу стою. И с какой позиции эта граница может быть проведена? И тут есть три потенциальные позиции. Первая, она, в общем, понятна, из логики, здравого смысла. Самолеты летают, летают, значит, за этой технологией стоит какая-то наука, и вот она настоящая. А вот тут вот непонятно, что, да, то есть, там, что за этим стоит? Ну, алхимия работала тоже, да. У нас, короче, черный лев, зеленого льва, мы его налили, что-то перемешали, получилось что-то? Получилось, значит, алхимия работает. Можно так попробовать? В свое время мой учитель рассказывал шутку про то, что в Новосибирском Академгородке долгое время убеждали финансировать социологические и экономические исследования, доказывая, что вот есть физики, они делают бомбу, а вот есть экономисты, они могут такую экономическую бомбу сделать, что вообще все разнесет чертовой матери. Поэтому нужно обязательно продолжать их финансировать. Вот это вот развлечение из здравого смысла мы сейчас сразу выносим за скобки, ну, просто потому что отличить науку от ненауки из позиции обывателя. Не будем приводить примеры обывателя, я думаю, они сами себя сейчас приведут к ним обсуждать. Просто как бы идут напрямь. Теперь дальше... Не, абсолютно согласен, кстати, что с позиции обывателя по критерию практики отделять науку от ненауки, ну... Ну, это, ну, блин, критерий практики, господи, это же такая глупость. Ну, потому что он не учитывает, вообще, в принципе, почти ничего не учитывает. Буквально ничего, просто пустой критерий. Мы вынуждены выбирать между двумя другими позициями. Первая это когда мы уже находимся внутри одной какой-то конкретной дисциплины, принадлежим ей, уже внутри нее, занимаемся этой наукой и изнутри этой науки проводим границы между наукой в целом и ненаукой в целом. Это так называемое дисциплинарное решение. И, скажем, социология знания, она, например, настаивает. Ну, на самом деле, ни одна наука, по большей части, кроме, наверное, действительно социология знания, которая занимается данным предметом, не может делать выводы о том, что такое наука и что такое ненаука, потому что буквально нет такой дисциплины, кроме социологии знания, ну и философии. Философия, социология знания здесь вообще как бы рука об руку ведут, да, философия науки и социология знания. Вообще, в принципе, друг друга могут радикально дополнять. Ну, вот, ни одна другая дисциплина никаким образом, ну, не отвечает на вопрос, что такое наука, что такое ненаука. Физика не может ответить на этот вопрос, биология не может ответить на этот вопрос, химия не может ответить на этот вопрос. Вот почти, ну, ни одна естественная наука на данный вопрос ответить не может. Приветствую, Куско, ну вот видео разбираем. Здесь тоже все достаточно четко и просто. В рамках дисциплин ни одна наука не может сделать своим предметом исследования саму науку. Физика не может, биология... Биология... Не, биология не может тоже. Блин, рассматривать непосредственно, не знаю, научные системы в качестве, я не знаю, естественных, биологических очень странно, очень трудно и очень неоднозначно, конечно, можно было бы это сделать, да? Нет, скорее не может, чем может. Ну, химия точно не может, например. Весь спектр естественных и, кстати, даже практических дисциплин, они не могут вообще рассматривать тему науки как таковую, как предметную. То есть, нередко физики, химики и вообще вот такие вот ребята из естественных наук и практики подходят к проблеме науки обывательских, к сожалению. То есть, та позиция, которую мы откинули, потому что она, ну, априори глупая, бессмысленная, бессодержательная, мы ее, как бы, ну, многие люди ее придерживаются, занимаясь той или иной наукой. Может, такое себе позволить. Ну, например, Докинс. Считаешь, как биолог, который занимается биологией, в какой-то момент вдруг поднимает голову и говорит, я знаю, где проходит граница между наукой и наукой в целом. Ну, в общем, любая другая дисциплина может попытаться экстраполировать, перенести ту практику развлечения, которая есть внутри ее словаря и инструментария на науку и науку в целом. Ну, и, наконец, самые провальные решения, как правило, давались вот из таких. Ну, просто тут, на самом деле, я бы сказал заранее так, что никакой науки, ни науки нет, вопрос совершенно непринципиальный, многое зависит реально буквально от определения, потому что под словом наука мы понимаем сразу несколько дискурсов. Минимум пять, просто минимум пять дискурсов автоматически мы можем подразумевать и ими уже, как бы, жонглировать в зависимости от того, о чем идет речь. Я обычно под словом наука понимаю то, что, как бы, носят под собой определенную естественную установку, то есть почти все естественные науки. Критерий Поппера, соответственно, там обязательно должен быть где-то заорыт, критерий верификации тоже там должен быть где-то присутствовать и так далее, так далее, так далее. Мое определение и то, что я критикую в науке, это исключительно теоретические области, потому что все это, ну, то есть фундаментальные теоретические области, потому что все это относится непосредственно к методологии. И методология самый лучший способ определить, на мой взгляд, что есть, что есть что. Ну, то есть наиболее подробно, и тем более я критикую методологию. Для меня принципиально важно критиковать здесь именно методологию составления теории, и из-за этого я пользуюсь теоретическим определением науки, хотя их очень много, серьезно. И от вот этого даже определения зависит, когда вообще науки возникли. Методисциплинарных позиций. Ну, значит, ничего хуже нет, чем социолог, который задумался о мире и такой, типа, я понял, где проходит граница вообще между всеми науками и всем остальным миром. Ну, и, наконец, с позиции философии, да, такая методисциплинарная позиция. И все попытки ответить на этот вопрос из философии, они, как мы помним, приводили к тому, что создавалась та или иная более-менее стройная система, которая почему-то периодически какие-то науки оставляла за бортом. Значит, там, то математика вдруг... Не, Вахштайн абсолютно замечательный персонаж, на самом деле, и как социолог он довольно интересен, если что, Максим. У него нетривиальная позиция в рамках социологии. Его исследования в рамках социологии знания тоже крайне смелые, так скажем. Ну, то есть, если у большинства социологов принято о науке молчать, Вахштайн свободно бросается в споры со всякими научными, религиозными деятелями, которые несут всякую херню по науке, типа, там, Панчина, Дробышевского. И он, ну, довольно эффективно и довольно эффектно с ними спорит. У него хватает опыта, у него хватает данных, у него хватает ума. Бахштайн очень хорош, я его, в принципе, к нему с уважением отношусь, но вот некоторые концепты, которые он воспроизводит, они, конечно, спорные. Они, наверное, не то ли выучены, то ли, знаете, вот, типа, то, что мы еще не провели демаркацию науки. Да провели, уже несколько раз провели, мы еще 10 определений этой науки придумаем, и 20, и 30, и 40. Потому что науки нет, это, ну, просто слово, буквально. Это просто слово, которое мы хотим как-то вот, ну, определить, что ли. Оказывается, не наука. Это слово, это фетишизация, вот. Никогда это слово не использовал, но в данном случае мы создаем себе фетиш на науку, и нам очень хочется узнать, а что такое наука-то? Наука-то где? Как она? Как она? Ну, на самом деле, никак. Ну, и, конечно же, вся гуманитарщина, которая чаще всех остальных выбрасывалась с Нового Ковчегова. А это вообще не счетово, да, и так далее. Ну, и не зря выбрасывалась в гуманитарных науках метод радикально отличен от обычных наук, и, соответственно, их можно выбросить. Кроме того, пользы от гуманитарных наук, вот такая вот очевидная, она меньше, хотя она есть, и порой на нее следует обращать внимание, но метод совершенно другой. И подход совершенно другой, и традиция совершенно другая, и философские основания совершенно другие. Ну, например, исследователь в гуманитарных наук может вообще, ну, не верить в естественную установку. Исследователь в рамках гуманитарных наук может быть абсолютно наплевать на законы устройства этого мира, на единство этих законов, на фальсифицируемость, да ему на все плевать. Ну, то есть ему буквально плевать на все, на что, может быть, не плевать там физику какому-нибудь. Вот тут такая интересная вещь, вообще, почему физик не может переваривать какого-нибудь гуманитария, это тоже причина вполне очевидна. Гуманитарий пытается понять людей, которые находились в разных дискурсах, которые пользовались разными понятиями, которые пользовались разными языками, причем языками не в смысле китайский, английский, а разными терминами, в смысле, разным словарем. У них разные словари были, понимаете, и разные понимания этих словарей. Кроме того, не все у этих людей сводилось к формальным системам и логике порой. И для гуманитарных дисциплин все вот это вот создает предпосылки для грядущего метода. То есть, понятное дело, что гуманитарная наука вряд ли могла бы складываться каким-то образом, ну, слишком уж иначе, то есть, быть естественной, да? Ну, то есть, ну, какой пример у нас есть попытки, попытки внести в гуманитарщину какую-то естественную вот эту вот составляющую? Это соцдарвинизм получается, ну, да, когда, вот, короче, люди обезьяны, одни люди там круче других, давайте там всех мочить, вот что-то вот такое получается. Не очень, не очень, короче, круто, да? Да, вообще всякие попытки внести в гуманитарщину естественные элементы, они скатываются в говно, потому что, ну, ну, просто начинается вот этот вот бред в духе, ну, люди, обезьяны, там, гены работают, гены, короче, там, не знаю, гормоны, гормоны у автора. Короче, такие объяснения, которые, ну, не связаны с пониманием текста, не связаны с пониманием того, что человек хотел в этом тексте выразить, и получается полная, ну, дичь, как бы мы по определению уже понимаем, что исходя из биологии, ну, блядь, очевидно, там, и гены, блядь, и вот, и гормоны, там, и мышцы, там, и мозг, блядь, да, мы это все по определению просто, ну, да, если мы придерживаемся биологической догматики, очевидно, что все это, ну, так, да, ну, все, успокойся, можешь даже ничего по этому поводу не говорить, ты не привносишь никакой новой информации, дядя, успокойся, хватит, хоррэ. Тише, 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 да? Чтобы гуманитарные науки получали какие-то новые результаты, ну, были разработаны соответствующие методы. На мой взгляд, не все максимально эффективны и интересны, но это уже другой вопрос, с ним мы здесь разбираться не будем. Но, тем не менее, какие есть решения внутри вот этой вот философской метапозиции? Мы знаем классические более-менее решения, которые достались нам на следство от философской метапозиции XX века. Мы помним, как происходило вот это уточнение, развлечение, споры между верификационистами и фальсификационистами. Да. Правда, при этом не ограничиваться только учебниками, да, какими-то совсем поверхностными и тупыми, а там почитать, что Поппер на самом деле не писал. Мы с ужасом обнаружим, например, что Поппер в дискуссии после своей четвертой лекции о эволюции знания вдруг говорит о том, что да, истина есть, но это не более чем регуляторная идея, нет никаких критериев истины в науке, да? Ну, Поппер, да, об этом говорит, если что. Но, с другой стороны, Поппер наивно надеется, что эту истину можно достичь так или иначе. Он об этом тоже нередко пишет. Те, которые прикрываются именем Поппер, им было бы неплохо, наверное, прочитать. Но, тем не менее, там есть четкое понимание. Наука — это совокупность высказываний, совокупность суждений о мире. И до тех пор, пока они находятся в какой-то корреляции в отношении с миром, то мы можем четко говорить, да, вот это относится к науке. Причем в вполне определенной корреляции в данном случае, да. Если математика, значит, соответственно, никак не может придумать, к какой части мира она относит свои высказывания, то тем хуже для математики. Ну, математика не наука, окей, просто. Понимаете, в чем еще проблема? Ну, даже если математика не наука. И что? И что? Что с этого? Ну, математика — метод науки. Окей, нормальное тоже звание. Математика типа крутая, все равно остается. Математика много где используется. Что с математикой-то? Ну, математика не наука. Почему это высказывание подрывает всем жопу, например? Ну, математика не наука и не наука. Можем оставить ее заходу. Эта модель распадается. Мы помним, она распадается сначала в результате критики верификационизма, потом в результате критики так называемого догматического фальсификационизма попера. Не удается, да? Не удается внятно. Ну, в смысле распадается. Просто потом появились ребята, которые начали критиковать попера и предлагать свои концепции. В смысле разлагается. Попера до сих пор используют и нормально так себе используют. В чем проблема-то? Фиксировать, где проходит граница между наукой и не наукой, если для нас наука это совокупность высказываний о мире. Более простых атомарных предложений, которые дальше сцепляются во что-то более широкое. Второе решение, это как раз решение в духе такого лингвистического релизизма. То есть, когда все-таки Виргенштейн сильно заразил эпистемологов. И мы говорим, что наука это все-таки язык. Это определенный способ производства высказываний. Но и сами высказывания. Поэтому высказывание научное, если оно сделано на языке той или иной науки. Но отсюда, к сожалению, или к счастью, следует просто... Цикл следует отсюда, очевидно. Это вывод. Что столько, сколько существует языков, которые внутри наук. Отсюда следует логический цикл. Это, по сути, можно ошибку засчитать, соответственно. Ну, вот у нас есть наука. Но наука определяется через языки, которые научные. Да, научные языки. А какие языки научные, которые мы считаем наукой? И мы так по циклу бродим вокруг. Это одно и то же буквально получается. Самоотсылки. Если мы считаем дисциплину научной, то есть социология, допустим. У социологии есть свой язык. И значит, она на научном языке выражена. И значит, это наука. Науки получили свою пропитку, столько существует наук. И нет никакого единого общего знаменателя, который каким-то образом скажет, ну вот, значит, у историков есть факты наука, у физиков есть факты наука, а дальше непонятно. Нет, ну значит, мы просто говорим в таком случае, что есть некоторые языки дисциплин, и внутри каждой дисциплины существуют свои собственные правила установления истины. Не, просто Поппер он откинул довольно легковесно, заметили? Ну то есть, ну да, потом типа были другие авторы, которые как бы Поппер и критиковали. Ну классно, да, были, есть такое. С большей частью из них никто вообще не считается. Ну то есть, как никто. Ну в науке с ними мало кто считается. С Лакатосом, простите, считается мало кто. Тем более с Полом Фейрабеном вообще никто не считается. Большинство ученых считают Пола Фейрабенда просто шизом. Все как бы. Ну те, кто о нем вообще слышали, в принципе. Что с этим делать, да, в данном случае? Непонятно. Непонятностей того или иного высказывания настолько, насколько оно сделано на языке этой дисциплины. Это такой радикальный партикуляризм. То есть, то, что не может одна дисциплина, значит, объяснять другим, являются они науками или нет. То есть, все равно, что носители английского языка пытаются доказать, что французский не язык. Это немножко странно. Но есть третье решение, да, которое как раз мы обязаны им Баденской школе неоконтианства. И, в частности, кстати, нашему замечательному Максу Веберу, который говорит о том, что нет, все-таки наука – это не совокупность высказываний, не совокупность языков. Это совокупность действий. Наука – это то, что ты делаешь. А действие, соответственно, предполагает определенный способ мотивации. То есть, та базовая интенция, которая в твоем действии заложена. Если ты делаешь что-то, что ты делаешь для того, чтобы увеличить свою аудиторию, с прицелом на то, что это принесет тебе выгоду, то ты бизнесмен. Но если ты делаешь что-то для того, чтобы увеличить власть и влияние, как некоторая конечная предельная цель, то ты и политик. Но если ты делаешь что-то просто потому, что ты хочешь узнать, как это что-то устроено, а не какой другой мотивации по той стороне познания ради познания у тебя нет, то в таком случае ты ученый. Большинство ученых не действует по такой мотивации. Большинство ученых используют тот метод, который был бы назван научным нами, с естественной установкой, с определенными убеждениями внутри лежащими. То есть, 95% естествоиспытателей следует такому определению. При этом, наверное, процентов 70 ученых не готовы признать. Ну, я вот так условно предполагаю, буквально вот по своему опыту, конечно, я могу ошибаться. Но подавляющее большинство ученых, на мой взгляд, отчетливо и точно понимает, что они не ищут истину ради истины. Познания ради познания нет у них по большей части. Что у Пола Фейрабена читать? Прощай разум, например, попробуйте. А там все его книги можно читать, они не очень сложные, они в принципе довольно доступны. Всем, они не очень большие, не очень сложные. Короче, не Гегель берите. Не Гегель берите все, что переведено и читайте. И отсюда, собственно, вот эта базовая идея того, что есть разные замкнутые сферы. Сфера научного познания предполагает, что заходя в нее, ты оставляешь за спиной все свои политические и прочие предпочтения. Офигенно. Это наиболее примитивное определение науки, потому что оно ничего не определяет. Буквально ничего. Познание ради познания. Так у нас философов больше, которые познанием ради познания действуют. У нас магов дофига, которые ради познания работают. Вот йоги, там религиозные деятели, все ученые получаются. Ну, окей. Ну, не все, но многие. При этом сами ученые. Вот мы смотрим, мужики в белых халатах. Многие там за бабки работают просто. Вот все. Ну, и мотивация другая. Становишься в этот момент ученым, перестаешь быть либералом или традиционалистом. То есть так же, как сфера религии, сфера искусства, сфера бизнеса или сфера политики. Вот у нас, соответственно, есть некоторые базовые логики демаркации. Но, с другой стороны, мне нравится то, что он знаком с разными подходами в определении науки. Вахштайну, короче, абсолютный респект. Ну, просто проблема в том, что те два, которые я перечислил, я когда о них читал, ну, я, в принципе, к ним даже серьезно относиться не стал. Потому что веберовский подход, он, очевидно, парадоксален. Он странный просто. Ну, очень странный, да. Во-вторых, не менее странный подход, согласно которому мы по дисциплинам все определяем, тоже, очевидно, какая-то странная дичь. Ну, и наиболее приемлемые группы подходов, это как раз от Поппера до Фейрабенда, там, собственно, оставилась проблема демаркации науки. Ну, и немножко до Поппера, это, конечно, проблема верификационизма. Вот это, знаете, такая основа, это реально попытка найти прочный фундамент демаркации. Прочный фундамент демаркации, насколько он был найден или не был найден, это, на мой взгляд, вопрос определения того, что мы считаем наукой и что не считаем. Из нашего определения науки напрямую следует, какие критерии демаркации следуют из него. Просто проблема в том, что мы не знаем, ну, не то, что не знаем, что такое наука. Это просто вымышленное слово, оно просто выдуманно. Какое определение хочешь, такое и давай. Если мы начнем социологию проводить научных сообществ, то есть тех сообществ, которые мы обычно называем научными, там просто получится колоссальная каша. То есть, с одной стороны, представители технических наук, потом представители точных наук, потом представители естественных наук. Вот они все, они втроем уже занимаются разными вещами, у них разные цели. У них даже цели, у них разная постановка целей и задач исследований, понимаете, в чем дело? Они занимаются разными вещами. Если практики что-то делают для практики, а теоретики что-то выдумывают, как там мир устроен для познания, то что делают точные науки вообще ни хера не понятно. То есть они создают формальные системы, порой даже не для того, чтобы их использовали. Многие математики это шизы, которые создают математику для красоты. Чтобы вы просто реально понимали, как это порой работает, там мотивация в точных науках вообще неоднозначна. Ну это тупо красиво и соответствует математике, она такая красивая. Ну то есть таких ребят просто тоже немало, если что. Это нормальная эстетическая мотивация в математике, она приемлема. Это довольно трудно. Максим пишет. Ты так легко говоришь, как хотим, так и определяем. А как тогда решить, на что гранты выделять, а на что нет? Ну гранты обычно самые большие, самые прочные, самые сочные выделяются на практические науки. Все дисциплины. То есть на практику выделяются, очевидно. Потому что из практики мы больше всего денег получим. Все просто. Как еще выделять? Из гуманитарных наук обычно гранты выделяются на то, что правительству удобно и выгодно. Ну например, какие-нибудь типа Зигхайль программы в духе... О, давайте переведем Розанова, он же Россию любил и защищал. Давайте тексты Розанова не переведем, но там не знаю... Проид-Контра выпустим по философии по Розанову. Просто потому что Зигхайль как бы, Russian супер фашистиш, короче, самые крутые русские фашисты за всю историю, да. Надо, короче, все фашистские работы русских, чтобы все о них знали, да. Чтобы все знали, что русские гребаные нацисты, что они там всех убить хотят, что православие лучшая религия, да. Вот все это нацистское говно, которое соответствует, соответственно, современной российской пропаганде. Вот все это надо перевести. По такому принципу гранты могут выделять. Ну и немножко денег там на Хайдегера можно накинуть. Хайдегер тоже прикольный, типа. Гранты, они вообще выделяются, ну, по большей части действительно на такие дисциплины, которые полезны, из которых можно деньги извлечь или пользу. Либо зомбирование населения. Вот в гуманитарной науке деньги вкладываются по принципу, типа, давайте мы промоем, типа, мозги населению, действительно. Мы тупо найдем кучу работ по всякой там религиозной тематике, да. По тематике промывки мозгов. Максим пишет, ну, не только гранты, в целом поддержка и возможности в университетах. Да вот почему вы вообще, в принципе, считаете, что наука это хорошо? Ну, почему слово наука должно означать обязательно что-то хорошее? Вы понимаете, в чем дело? Можно использовать научный метод, абсолютно быть научными, супернаучными, но делать такую бесполезную хуету, которая ни к чему не относится. Не знаю, какой даже пример привести, потому что такие науки, наверное, не очень популярны вообще, в принципе, вот, которые соответствуют данному критерию. Мы можем применять научный метод без какого-либо практического выхлопа. Ну, допустим, там теория струн, наверное, может, она подойдет, да. Абсолютно научная теория, вот абсолютно научная. Она применяет научный метод, она работает с научными терминами, она подбегается фальсифицируемости, да. Классная научная теория работает. Никакой пользы от нее нет. Нахуй, она не нужна по большей части. Но это не самый важный такой пример, потому что, понимаете, познание мира, оно хороший мотиватор в себе содержит. Есть такие области науки, которые, ну, вообще мало кому интересны и мало какой пользы приносят даже внутри той же физики, той же химии, скорее всего. Ну, просто есть, есть такие дисциплины, которые не популярны, но абсолютно научны. А при этом есть такие штуки, которые вроде бы полезны, популярны, интересны, но в них науки почти нифига нет. Ну, инженерия, например, она от науки берет, ну, формулы термины. Формулы термины это вообще как бы, ну, настолько вершина айсберга от науки, что насколько только можешь себе представить. Ну, вот, вот, что вы еще хотите? В принципе, базироваться, смотрите, выделять гранты просто на то, на то, что вот называется словом наука, это уже, по-моему, довольно примитивный подход, это смехотворно, да? Смотрите, наука, давайте деньги туда, туда выделим. Если люди действительно по такому принципу выделяют деньги на гранты, поддерживают университеты с такими дисциплинами, ну, люди в таком случае просто идиоты, к сожалению. Но бывает, да, бывает, что вот, типа, плашка наука, она вот дает нам доверие. Очень странно, очень глупо, очень, как бы, вот непонятно, зачем это существует. Поехали дальше. Базовое решение. Нет, теория струн это не столько математическая теория, потому что она напрямую имеет, в общем-то, предпосылки в нашем мире. То есть мы предполагаем, что мир устроит так-то. Понимаете, в чем дело, Владислав? Здесь все очень просто. Мир устроен вот так вот. Вот если мы ставим вопрос так, то это не математическая теория. Если мы просто на математике там создали новые функции прикольные и интересные, то это математика, да. А когда эта математика претендует на практику, это уже теоретическая физика получается. Да, действительно. Там может быть много математики, но при этом это все равно, как бы, ну, область физического исследования. Вопрос в том, как устроен мир. Во-первых, постановка вопроса важна, во-вторых, цели исследования, задачи тоже и методы очень важны. У практических, математических и естественных наук разные цели, методы, средства. Что самое важное? Вот это очень важно при отделении. В социологии сегодня сохраняются некоторые такие странные формы гибрида, с одной стороны, языкового решения, то, что да, науки – это язык, а с другой стороны, веберовский. То есть все-таки это некоторая исходная такая способность к действию, да. Скажем так, совокупность сцепленных друг с другом действий, мотивированных определенным образом до тех пор, пока мы все занимаемся. Да нет, гранты могут на всякое выделять, но все равно основные распределения грантов, они идут по всяким практическим дисциплинам. Металлурги дохера получают по грантам, вообще много кто, вообще практические дисциплины, они вообще жируют на грантах, если что. Тут как бы такое, если что, все остальные дисциплины, они хавают как бы объедки со стола, ну, даже у философов какие-то гранты дают, кому-то даже на хайдегеров, понимаете. Ну, это буквально объедки со стола других дисциплин. Мы интересованы в том, чтобы понять, как устроен этот мир, мы являемся учеными, независимо от того, на каких языках своих дисциплин говорим. Поэтому, с одной стороны, такой радикальный партикуляризм. Да нет, на самом деле, Владислав, у науки много критериев, не только фальсифицируемость. Ну, просто фальсифицируемость, это как бы, ну, минимум такой. Пусть будет. Пусть будет, типа. Внутри каждой дисциплины, как внутри микрокосма, есть свои собственные правила игры. Ну, кстати, еще важно изолировать, ну, просто как бы связи отдельных профессоров, которые сами себе гранты могут выбивать сколько хочешь. Ну, тут есть еще дополнительные критерии. Некоторые люди умеют выбивать себе гранты на любое говно, поэтому, ну, добро пожаловать в реальность. С другой стороны, радикальный такой универсализм. Нет, мы все ученые до тех пор, пока базовым мотиватором наших действий остается попытка понять, что там происходит в мире, безотносительно ко всем другим внешним по отношению к моим философиям. Тогда большая часть философии — это наука, а большая часть науки — это не наука. Интересное определение, но по Веберу просто так буквально получается. Потому что многие философы — это действительно наивные люди, которые пытались понять, как устроен мир на самом деле. А большинство ученых — это офисные работники, которые мотивируют себя прежде всего зарплатами какими-нибудь, еще другими какими-то вещами важными. Но не столько по знаниям ради познаниям. Многие даже наука ради практики. Докинс тот же думает, что наука ради практики существует, наука работает и так далее. Теперь, если мы сохраняем вот это понимание демаркации, то тогда, условно говоря, принципиальных различий между дисциплинами нет. Потому что даже внутри корпуса, который называется естественными науками, есть гигантская разница между физикой и химией, физикой и биологией. Ну, разница не гигантская, потому что у физики, биологии и химии есть единый пласт естественной установки. Под естественной установкой можно понимать определенную совокупность убеждений и методов, которые из этих убеждений следуют, которые являются фундаментально важными. Сейчас я даже статью по естественной установке ненадолго открою, потому что она, ну, она здесь очень, она очень здесь подходит. Так вот, прежде всего, прежде всего, да господи, где же эта статья? Где же эта статья? Потому что она мне сейчас очень сильно нужна. А, я ее потерял, короче. Я потерял статью, хорошую статью потерял. Так вот, относительно естественной установки, все в мире, оно реально определяется определенными, определяется определенными вещами. Я просто ищу сейчас статью, не смог ее найти, ее вроде вообще теперь нет, она удалилась что ли, удалил кто-то ее. Какой негодяй мог удалить мою статью. Так вот, прежде всего, в естественную установку входит убеждение о том, что законы природы всегда работали одинаково, буквально, да. То есть, ну, например, у нас 10 тысяч лет назад все так же работали те же законы Ньютона, что и сейчас. Буду научником, да. Да, вот, работали те же самые законы, что и сейчас. Как это проверить? Да, буквально никак. Это просто убеждение. А, вот, про естественную установку здесь. Так вот, более того, для естественной установки свойственно убеждение, согласно которой мир естественный и только естественный. Это, кстати, очень схоже, опять же, с принципом, что мир функционирует по одним и тем же законам на всех уровнях в любом месте и в любое время. То есть, да, мы смотрим на небо, там все работает по тем же законам, что и у нас на Земле. Это вот просто вот, как бы, такая догма автоматически берется. Если ее не будет, то тогда можно описывать движение планет, движение всяких тел без всех, как бы, ну, без объединения. То есть, да, здесь предметы падают по одним законам, а на небе небесные там тела движутся по другим законам. Но наука так не поступает, потому что она верит в принцип. Мир функционирует по одним и тем же законам на всех уровнях в любом месте и в любое время. И этот закон дополняет другой. Мир является естественным и только естественным. Это общее для всех естественных наук, если что. Это естественная установка. Без естественной установки мы не могли бы проводить радиоуглеродный анализ, потому что, ну, представляете, вдруг законы распада углерода на протяжении веков меняются. О, боже мой! Все, радиоуглеродный анализ, в принципе, не работает. Как так-то? Неожиданно, да, законы мира менялись на протяжении всего существования мира. Все, радиоуглеродный анализ не работает, значит, мир мог существовать даже 6 тысяч лет. Ученые обосрались, прошу прощения, как бы, но печаль. И то же самое из мира является естественным и только естественным. Что это значит? Что в мир не могут вмешиваться какие-то иные силы. То есть, никакие духи, призраки, маги, колдуны, никакие-то там божества, никакой Иисус Христос, никакие чудеса, да. Мир работает по естественным и только естественным законам, которые вот как раз везде, на всех уровнях одинаковые в любое время и в любом месте. Да, одни и те же законы, соответственно. Да, и наша цель привести все к этим законам. Да, очень важно, что самое главное. Если эти законы где-то и когда-то сбиваются, опять же, углеродный анализ может не сработать. То есть, Господь Бог просто там, не знаю, взял и нарушил про законы там, не знаю, работы углеродного анализа. Либо вмешался в работу ДНК. ДНК само не трансформируется, Бог там его создал, Бог его трансформировал, допустим. Бог крутой, типа, все. Важное еще убеждение, что наблюдаемый мир точно не является иллюзией. Для социологических наук данный вопрос не является предметно важным. То есть, им плевать. Вот. То есть, соответственно. Более того, естественно, науки верят в то, что мир принципиально измерим, гуманитарный, например, в это не верят. Вот. Понимаете? И бритва Окама. Бритва Окама, она, например, ну, принцип бритвы Окама, не умножай сущности, он противоположен главному принципу герменевтики. То есть, создавай больше трактовок. Бесконечность трактовок, да. Мы создаем герменевтический круг, в котором нарастает бесконечное количество трактовок. Это метод понимания в гуманитарных науках. Чтобы вы понимали, да. Бритва Окама, не умножай сущности без необходимости, с одной стороны. А с другой стороны, принцип бесконечного умножения сущностей. То есть, даже тут гуманитарные науки противоположны естественным. Интересно. Просто, просто, на самом деле, это все настолько интересно, насколько только может быть. Различия фундаментальные. И когда, соответственно, Вахштайн говорит, что методы у естественных наук, у химии и биологии разные, ну да, части разные, но при этом у них есть объективно общее основание, это раз. Да и общие методы, на самом деле, есть. Так что, ну, прошу прощения, не очень верно. И разница между ними может быть намного больше, чем разница между историей и социологией. Ну, история социологии из одного спектра. Хотя, история социологии вообще противоположна методологически. Собственно, попытки как-то сгруппировать дисциплины в духе того, что, ну, вот есть естественные науки, есть социальные науки, есть гуманитарные, которые вообще не знаем, где там границу между ними проводить. Они провальные, то есть они пытаются как бы провести третью границу, да, то есть не границу дисциплин, не границу науки и ненауки как таковой, а как-то кластеризовать, сгруппировать разные дисциплинарные группы языков. Что-то, это очень условно, это еще более условно, чем все остальные, чем две остальные границы, да, демаркация первого, демаркация второго порядка. Поэтому примитивно к социологии, которая на треть вырастает из этнографии, на треть из математики и на треть из философии, провести такую границу, это вся будет гражданская война внутри, ну, а поэтому нет, да, то есть мы не там и не там. То есть у нас математический аппарат больше, чем во многих других дисциплинах, которые при этом считают себя, строят себя по образцу естественно научных. Но проблема заключается в том, что математический аппарат из всех естественных наук очень активно используется в основном только физиками. Упс. Я, кстати, согласен с Вахштайном, что в социологии математический аппарат сложнее, чем во многих естественных науках, ну, окей. Но только одна математика не может быть, как бы, критерием разделения. В каком-нибудь шуе-нумерологическом учении, мистическом, да, где надо медитировать на цифры, не знаю, какой-нибудь там неопифагоризм или просто пифагоризм, ну, то тоже наука, что ли, получается? Потому что там математики тоже очень много было, все измеряли. Больше математики может даже, чем у физиков найдется там у них. Что делать-то? Точно так же у нас связь с философией гораздо теснее и ближе, чем у многих дисциплин, которые называют себя гуманитарными. Ну, гуманитарные науки, они... Ладно. Это высказывание абсолютно бессмысленно на самом деле, потому что все тесно связано с философией, включая естественные науки. Естественные науки вырастают из определенных философских принципов. Так что тут, знаете, такое, гуманитарные науки не являются какими-то особами, которые типа связаны с философией. Философия вообще как бы не особо принадлежит каким-то отдельным там естественным, гуманитарным, точным наукам. То есть, ну, философия создает логику, например, она точная наука, да, она не наука вообще, она не точная, явно, потому что она работает с другими областями. Философия создает германевтику. Германевтикой пользуются гуманитарные науки. Является ли философия гуманитарной наукой? Да хрен там, потому что философия не изучает только гуманитарную проблематику. Следующий пункт. Дальше идем. Является ли философия естественной наукой? Ведь она предложила почти все естественно-научные методы. Более того, она работала над методологией науки в 20 веке. В 20 веке, Карл, совсем недавно философия работала над методологией науки. Является ли философия естественной наукой? Да ни хрена не является. Потому что у философии на самом деле нет определенного предмета, нет определенной цели, нет определенных задач. Задачи, цели, методы и все высказывания философии могут быть абсолютно любыми. Да, ну деление на точные гуманитарные науки, да и в общем-то вообще попытки определить, где наука, а где нет, меня вообще всегда удивляла тенденция философов вроде бы в 20-м, в 21 веке. То есть уже столько времени прошло, столько времени занимались одними и теми же вопросами, но все еще, все еще любая проблема демаркации, она так или иначе решается с, то есть, не решается, а так или иначе попытки ее решить, да, и ставится она в категориях естественных видов. То есть, там, nature of science, как будто есть, есть различия между наукой и не наукой, нам надо его найти. Да, и оно там, оно где-то там существует, да. Знаешь, социологический релятивизм, он же ничем не лучше, потому что у нас, например, есть тоже такая имплицитная метафора. Так если нет его в мире, как определите, так и будет, успокойтесь. Все просто, все было определено, несколько критерий в демаркации по разным определениям были сделаны, все. У нас есть несколько определений науки, которые там, например, связаны с какой-нибудь, может быть, я не знаю, практикой или еще с чем-нибудь. Сейчас даже статью определенную открою, соотношения науки и практики нет, или да. Там про пять определений науки должно быть. Так вот, у науки реально есть пять определений. Что с этим делать? Вахштайн или Дугин как антисоентист? Так Вахштайн не антисоентист, он соентист на самом деле. Несмотря на то, что он критикует науку, он, ну, науку естественного разделения, он все равно соентистом является. Здесь все просто. Вахштайн абсолютный соентист, если что. Ну, то есть, у нас есть буквально пять определений, ну, больше пяти определений науки. Там еще вебера можно добавить, да, сверху. Наука как метод исследования, возникший на рубеже средних веков и нового времени. Методологический способ определения науки есть, да. То есть, вот, наука реально возникла в конце средних веков и в новое время начала формироваться только. Второй метод под наукой, многие понимают именно практику как таковую. Это другой совершенно верификационный критерий, демаркационный критерий здесь будет. Абсолютно другой будет критерий ставиться. Его можно использовать. Есть третий критерий под наукой. Можно понимать, может пониматься интеллектуальная традиция, которая берет начало от философии до сократиков, ну, и вообще проходит через Платона, Аристотеля до наших дней. Просто эта традиция единая, она как бы трансформируется, обсуждает, спорит там внутри себя. Через средние века проходит. И в итоге у нас получается то, что получилось сейчас. Это третий подход к демаркации. Это, то есть, отношение к вот этой вот культурной парадигме и философии от Платона, Аристотеля до наших дней, соответственно. Четвертый критерий под наукой. Мы можем понимать не столько метод или практику, сколько университетскую традицию, берущую начало из средних веков. То есть, опять же, новые, новые, другие временные параметры появляются у науки. Время возникновения другое. И самым главным параметром оказывается вот это университетское объединение. То есть, определенная социальная форма взаимодействия. Неожиданно, да, неожиданно вот этот может быть критерием демаркации. В-пятых, под наукой можем понимать ту социальную структуру, которая вместе с теми самыми университетами, лабораториями и учебными сообществами, научными сообществами сформировалась в науке ближе к 20 веку. Ну и вообще, вот понимаете, наука могла возникнуть буквально в 20 веке, потому что тогда происходит ее максимальная институтализация. Короче, я не знаю, я это слово ни разу в жизни не произносил, оно для меня было непринципиально. Ну вы поняли у меня, в общем, вы меня поняли, да? Наука, наконец-то, сформировала все свои институты и работает в рамках этих институтов по сей день, просто увеличивая их количество. Это произошло где-то на рубеже 19-20 веков. Можем такой критерий демаркации привести. Чем он отличается от предыдущего университетской традиции? Так университетская традиция, она без лабораторий, например, была. Да, там немножко другие институты были. Вот когда сформировались все нужные институты, вот тогда появилась наука, допустим. Окей. С грантами, со статьями, вот со всем этим добром, да? Вот то, как наука работает сейчас. Вот такая наука появилась буквально недавно. Потому что это просто племена, да? То есть это просто разные аборигены. Вот эти танцуют так, у этих такая замечательная. Замечательная статья Томаса Шефа, академические банды, где он говорит, ну, вот есть же в Чикаго понятное зонирование районов. Вот здесь такие-то банды рулят, здесь такие-то банды рулят. Ну и науки, они, например, также зонируют свою территорию, значит, там, перешел границу, словил, значит, подворотни от соседней банды. Ну и вот это вот Natural Kinds, который очень любят, значит, фанаты естественных наук. Кстати, внутри естественных наук там вообще нет этой фигни. Она транслируется людьми, которые из них выпали, и людьми, которые тут примазались. И социологический релятивизм, который предполагает, что, ребята, ну это все результат военных действий между бандами, борющимися за финансирование. Предполагаю, тем не менее, что где-то там есть точно граница, да, вот, и она там существует сама по себе, без нас. А мы, если, значит, приходим с улицы, то мы точно знаем, где она находится, а если мы философы, то мы пытаемся ее там обнаружить. Ну нет, наверное, это все-таки не так работает. Да, я обычно в подобных делениях, особенно про гуманитарные, технические и естественные дисциплины и так далее, я прежде всего ссылаюсь на свой опыт того, как это было разделено по кафедрам и факультетам в тех вузах, где я учился или работал. Потому что, ну, по-моему, другого какого-то критерия эмпирического там особо не найдешь. Вот, ты тоже стихийный социологический релятивист. Вот где проходят границы кафедры факультетов, там проходят границы дисциплины. Между прочим, как-то не грустно признавать, но вот этот такой социологический релятивизм, да, вот эта вот идея того, что... Мы понимаем, что наука, это прежде всего научные сообщества, Денкин коллектив, вот это, да, племена, которые мыслят сходным образом. А значит, никаких других оснований у этих границ и демаркации, кроме того, на каком факультете человек получает зарплату, их нет. Ну, методология. Он тоже дико тупой, но он как бы, но при этом, как-то не грустно, он... Ну, блядь, я не понимаю, по каким критериям он просто методологически отверг критерий. Он просто взял, ну, блядь, короче, поспорил кто-то с попером. Окей, классно, поспорили с попером, а как он отделил методологические критерии и назвал его менее основателем, чем вот эта херня просто деление по кафедрам. Вырос ровно из той самой веберовской логики. Да, вот, посмотри на секунду, как деградирует модель мышления. То есть сидит у него кантианец такой и говорит, ну, давайте попытаемся анализировать этот мир в категории социального действия. Что такое социальное действие? Действие – это деяние, недеяние или претерпевание, все равно внутреннее или внешнее. Внутреннее, если ты решаешь математическую задачу у себя в голове. Внешнее, если ты переливаешь что-то из пробирки в пробирку. Если действующие соотносят с ним определенный смысл, и по смыслу это действие ориентировано на действие другого человека. Предельно юридическая формировка, кстати. Потому что смысл – это умысел в данном конкретном случае. И тогда нам, соответственно, нужно понять, какой смысл был вложен в это действие. Когда ранний протестант хреначит на пашне, то он делает это не потому, что он хочет увеличить свою аудиторию, или больше вырастить. Он делает это, потому что у него есть доктрина с артитуди салютис, он хочет удостовериться к спасению. То, что он избран к спасению. Или, если мы пытаемся понять, почему именно в Дании была отменена смертная казнь после распространения протестантизма, нам нужно понять, какой смысл вкладывали люди, которые хотели покончить с собой, но как-то нельзя, грешновато, как было принято говорить относительно недавно. И они шли, убивали кого-то из того, кто им был наименее симпатичен или просто случайного человека на улице. Потому что тогда, с одной стороны, тебя точно казнят, с другой стороны, ты получишь отпущение грехов, тебя не похоронят за оградой кладбище. Все нормально. И поэтому получается такой рост убийств в надежде на последующую казнь. Такое самоубийство через убийство. Что они пытались сделать, в конечном итоге были вынуждены отменить смертную казнь. Получается, что отменили ее вовсе не из гуманных соображений. Как раз веберовская логика стоит, надо понять, какой был умысел, какие смыслы люди вкладывают в свои действия. И дальше уже мы можем попытаться создать такую картографию смысловых регионов. Не, ну просто тогда, к сожалению, большинство ученых не ученые. Не, ну конечно, если методологически брать, как я делаю, то большинство людей, которых мы называем учеными, тоже оказываются не учеными. Ну, например, гуманитарии, представители общественных наук все не ученые, математики все не ученые, представители практических наук все не ученые. Да, учеными оказываются в таком случае только, в принципе, персонажи из естественных наук. Да, по методологическому критерию. Ну вот такая вот неприятная ситуация. И то с химией там не всегда однозначно, где граница между практической химией и теоретической, тоже надо очень четко ее выделять и с ней работать, ее прорабатывать надо очень много. Так вот. Здесь тоже есть проблемная зона определения, безусловно. Но в этом определении через действие, ну, там буквально даже представители естественных наук вылетают. Ну, то есть, смотрите, на мой взгляд, если представители естественных наук вылетают из определения науки, на мой взгляд, тут какие-то проблемы, короче, наблюдаются. Потому что именно представители естественных наук, ну, именно фундаментальных естественных наук, это наш эталон. Вот тогда слово наука появилось, тогда философы постепенно начали трансформироваться в непосредственно ученых, да, и вот это пошло через вот эту вот группу людей, так скажем. И там начала собираться определенная методология. Если по какому-то критерию оказывается так, что представители теоретических, естественных наук выходят за пределы науки, да, перестают быть учеными, для меня это значит, что определение очень плохое. Вот есть некоторый смысловой регион, где люди действуют так, потому что им интересно, что получится, это наука. Есть смысловой регион, где люди действуют так, подчиняя свои действия определенной логике, потому что это политика, потому что здесь надо действовать так, да, приумножать возможность влияния, в том числе, на умы. Да, здесь они действуют так, потому что это бизнес. Собственно, вот это веберовское исследование показывает, каким образом экономика становится самозаконной, замкнутой сферой, отделяясь от сферы религии, но при этом из нее произрастая. Так же, как там исследование Мертона, которое показывает, как наука точно так же отпочковывается от религиозного типа действия. То есть, в принципе, вот тебе, вот такая внятная программа исследований. Куча работ написана в этой логике. Но дальше начинает деградировать сама теория действия. И вот у нас уже нету некоторого рефлексивного неокантианского персонажа, Мартин Лютер в лаборатории, который трансцендировал в царство ценности субспеции Торнитатис, понял, что он действует как ученый ради познания истины, его действует ценностно-рационально, и пошел хреначить, значит, свою исследованию. Теперь, в 20 веке, мы не находим выборских персонажей. Не, Ахштайн, на мой взгляд, это просто персонаж, он хоть и является сайентистом, но он один из самых разумных сайентистов, на самом деле. Один из самых разумных интеллектуальных сайентистов, знакомых с философией, умеющих оперировать философскими терминами, понятиями, без особых ошибок. У него есть, конечно, поспешные выкладки в духе, но ой-ой-ой, Попера опровергли, все, от Попера отказались, ой-ой-ой, короче, да? Хотя непонятно, кто отказался, кто там опроверг. Ну, понятно, критика была, критика имела место, но эту критику, по-моему, мало кто принял. Из важного, да, давайте из важного отметим, что критику Попера вообще мало кто принял. Сейчас метод фальсифицируемости, он, да, он как бы довольно повсеместен в естественных науках. Что делать? Для нас любое действие становится практикой. Это что-то, что люди практикуют. Это что-то, что ты делаешь, даже не отдавая себе отчет и не представляя никаких конечных результатов. Да, то есть, черт узнает, что там дальше произойдет. И как только у нас меняется вот это понимание действия и действующего, смысла, умысла, ответственности, рефлексии, в этот момент возникает совершенно новая концепция. Да, наука – это совокупность действий, но действие теперь – это то, за что тебе платят. Действие – это то, каким образом, да, знаешь, это Бурдио, который как раз вот эту хрень нам подсунул, замечательная метафора игрока на поле. Он сам играл в регби, и в общем, у него вот эта метафора регбиста очень сильно. То есть, что он уже как регбист? Он погружен в эту игру, он не рефлексирует, не занимает отстраненные позиции. До тех пор, пока ты внутри этой игры, для тебя мир – это единство настоящего и настоящего. Ты растворен в своих действиях, и поэтому ты не отстраняешься от них, ты не можешь сказать, наука – это вот здесь. Если ты это делаешь, ты уже не ученый, ты уже философ. Пока ты занимаешься наукой, ты не задаешься этого вопроса. И вырастает таким образом уже совсем другая картина. Тогда получается, что наука – это больше не совокупность каких-то действий, которые люди делают, отдавая себе отчет в том, что является их конечной целью, ради чего они это делают. А некоторые – совокупность таких вот социальных полей, игровых полей. То есть, встроился сюда, начал играть так, обучился, натренировался, натренировал других. И тогда появляется вот эта самая социологическая теория науки, где разница в конечном итоге в том, почему в биологической лаборатории в США будет гораздо больше открытий, чем в биологической лаборатории в Германии. Социолог науки Бендавит будет объяснять, например, тем, что здесь одна диссертация, поэтому тебе нужно очень быстро получить какие-то результаты, распиарить их и подать так, чтобы все поняли, что это офигенный результат, получить позицию и свалить. Здесь две диссертации, и поэтому твоя задача, пока ты не габилитировался, преуменьшать свои собственные заслуги, преувеличивая достижения своих научных руководителей. Поэтому как раз сама социологическая... Кстати, в России такая же схема работает, вторая, если что. Чтобы вы понимали, как устройство вообще науки в России происходит, то в России вторая схема. ...структура вот этого игрового поля под названием лаборатория, диссертационный совет, промоцион, габилитационный и так далее, она определяет то, что будет считаться открытием, а что нет. Социологический вот этот конструктивизм, который вырастает, как ни грустно, опять же, признаете, из вот этой неокантианской теории действия, такого рефлексивного субъекта. Он ничуть не менее отвратителен, чем биологический. Да, вот эта вся фигня. Отвратителен. Он в каком-то смысле еще хуже. Но тем не менее, да, надо четко прослеживать, откуда берутся вот эти представления о том, что граница дисциплины — это граница факультета, кафедр, диссертационных советов, простите господи. В какой-то мере, когда субъектность, она теряется у людей, то есть пропадает, значит, вот этот рефлексирующий субъект, то вот эта субъектность и свойство быть агентом, оно перекладывает... Пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук. Короче, Чад Вахштайн закончил свой монолог, вступил в Virgin Marginal непосредственно, да. Другие вещи, организации, институты и так далее. Ну, я тебе больше скажу, сейчас же самое. Тупо поддержать разговор. На самом деле у Вахштайна более задержательный диалог был даже с Саватеевым. Хотя Саватеев в философии вообще ноль, как бы. Ну, Саватеев дуб вообще по философии, чтобы вы понимали. Смешное, смотри, что происходит в исследованиях техники. У нас, если ты сегодня хочешь найти такого выборовского персонажа, такого рефлексирующего, дающего себе отчет, то это искусственный интеллект. То есть он действует так, как Вебер думал, действуют люди. Ну, потому что вот у нас была неоконтянская теория действия. Классическая, строгая, предполагающая, что есть мир ценностей, мир смыслов и мир бытия. Предполагающая, что каждый из нас, это немножко такой Андрей Волконский на поле под Аустерлицем, который, значит, он трансцендировал в мир ценностей, как протестант такой, то есть понял, ради чего он действует, вернулся в мир бытия и начал действовать в этой луи. Юридическое по своему происхождению, конечно, потому что нужно вменить ответственность за действия. Нужно четко понять, почему люди действуют так или не иначе, что является их главным ориентиром, и как, соответственно, их действия сцеплены друг с другом. Ну вот там проходит время, появляется сначала такая феноменологическая революция, когда социологи мечтались Гуссерля, и все у нас, значит, смысл это больше не что-то, что мы вкладываем в свои действия. Смысл это что-то, что мы постфактум присваиваем своим действиям рефлексии. Потом, спасибо Плингу Тгенштейну и его верному адепту в социальных науках Питеру Уинчу, у нас появляется теория практики, как действия, которые вообще по привычке, которые проходят без рефлексии, которые такое, shit happens. А потом вдруг неожиданно у нас появляется такой странный ход, то что вообще, если мы так уже девальвировали идею действия, то, в принципе, давайте просто признаем, что человек не является таким монопольным субъектом действия, что действуют материальные объекты вокруг нас, что, в принципе, уже дело не в субъекте и не в агенте, а в октанте. Октант этот как раз термин из греймассовской семиотики, которые Гринола Тур, в общем, вот этот третий революционер в теории действия, переносит в социологию для того, чтобы показать, что вообще мы больше вообще не можем говорить о каком-то конкретном, дискретном, единичном субъекте. Речь идет о таких-таких сетях агентности, где я, мой ноутбук. Да, о сетях мы можем говорить, о сетях мы можем, а вот о людях говорить не можем, гениально тоже. Ты, твой ноутбук, твоя аудитория, твич и так далее, вот эти все платформы, вот в этом странном таком танце агентности находятся в какое-то время в сцепленном состоянии. Ну, через агентность просто в рамках социологии и вообще некоторых смежных дисциплин, кстати, тоже философия, которая смежна с социологией, удобно описывать мир, описывать удобно, да, но при этом с чего мы взяли, что мы можем отрицать некую номинальность человека, о людях в контексте малых групп, да, типа того, да, что такое малая группа, непонятно. Вот что такое человек, еще более-менее можно самого себя посмотреть, себя потрогать, себя как-то исследовать, да, можно подумать, что все остальные люди тоже такие же, как и мы. Но при этом описывать что-то, и чтобы у нас язык описания был достаточно большой, и чтобы из этого можно было выдавить целую дисциплину в рамках социологии, да, ну, для этого способ описания через агентности, он достаточно удобен, то есть различные связи с предметами, вещами, помещениями, людьми. Он просто реально придумал, он реально, ну, приколен, но он хорош именно для создания научных работ. Он плох, возможно, для описания истинной действительности, но он хорош. Ну, как бы все, убили субъекта уже до нельзя, вообще растворили его в взаимодействии с техническими объектами. А дальше начинается забавная штука, сами технические объекты становятся все более и более рефлексивными. Вот уже беспилотный автомобиль, который вынужден, значит, принимать сложные решения, более того, таким образом, чтобы они потом были постфактум юридически обоснованы. У нас вдруг возвращается в наш повседневный мир совершенно другой действующий субъект. Тот самый, из конца 19-го, начала 20-го века, только теперь уже в образе технического агента, а не человеческого. Потому что технический агент сначала производит операцию фрейминга, оценки ситуации. Он должен понять, что происходит. зафиксировать некоторые возможные сценарии действия, основываясь на результатах предшествующего обучения, выбрать один из сценариев, реализовать его. И вот последнее, что он пока еще не может сделать, он не может защищать себя в суде. То есть давать моральное обоснование сделанному. Машина-софист, блин. Машина, которая защищает сама себя в сути. Протагор 2000 просто. Но в каком-то смысле у нас сегодня технические объекты действуют куда в большей степени как рефлексивные неокантианские субъекты, чем мы. А не принимаем ли мы за рефлексию просто наличие устройства вывода информации, то есть на понятный нам язык, то есть на понятный нам, а не машине при этом язык? Ну, при этом, понимаешь, если мы сейчас задумываемся о теориях рефлексии человеческого действия, то мы обнаружим, что, в общем, они деградировали примерно до такого же состояния. Потому что в этом случае отрефлексировать значит суметь выразить словами то, что было недавно. То есть, словом говоря, рефлексивная установка у феноменологов это не более чем способность, схватив свои собственные действия, дать им выражение. Как минимум у тех феноменологов, которые проникли в социологию. В каком-то смысле вот это воспевание нерефлексивности... Ну, такие современные соцнауки, что хотите? Радуйтесь, все. Да и философия во многом такая, 20 века, она действительно убивает субъект, убивает автора, убивает всех, короче. Да, вот такая современная философия и социология такая же современная. Что вы хотите-то? Приравнивать алгоритм к человеку? Да как нехер. На самом деле, корни приравнивания алгоритма к человеку, они исходят из того, что человеки, начали постепенно терять человечность, основание всякой человечности во всех ее возможных проявлениях. И от этой самой человечности не осталось, собственно, ничего. Потому что эту человечность, как оказалось, исследовать практически невозможно. Вау! 70-80-е годы 20 века, когда социальный мир – это то, что с вами происходит, пока вы не отдаете себе в этом отчет. С кем с нами? Меня нет. К повседневным, рутинным, нерефлексивным практикам людей. Потому что подлинное – это то, что избегает рефлексии. Она сыграла дурную шутку в конечном итоге. Потому что вот эта попытка переключить внимание с того, что люди говорят, и как они думают, на то, как они действуют, не отдавая себе в этом отчетам, это как раз одна из тех первых вещей, которая привела в социологию науки. Мы с тобой возвращаемся к предыдущему разговору. К тому состоянию, при котором мы говорим, ну, наука – это то, что люди делают в библиотеках, не отдавая себе в этом отчетам. А с другой стороны, сменилось тем, что, кажется, нам нужна теперь новая теория рефлексии. Просто потому что мы живем в мире, где объекты, окружающие нас, куда рефлексивнее нас самих. Интересно, он понимает, какую-нибудь чушь сейчас сказал? «Объекты, которые окружают нас самих, куда рефлексивнее нас самих. И кукурнуть. Рефлексия, направление мышления на собственном мышлении. Ни у одного объекта вокруг нас, включая компьютеры, самые мощные, самые офигенные компьютеры, мышления нет. По определению. Все, до свидания. Никой рефлексии у машин быть не может. К сожалению. Вопрос, есть ли она у человека рефлексией, что она на самом деле означает? Это другой вопрос. Но машина не думает о том, думает ли она. Машина не думает о том, как она мыслит. Машине плевать на эти вопросы, по большей части. Да, Дмитрий, наверное, и не будет. Потому что это бессмысленно. Загонять машину по таким штукам. Мы можем попробовать сделать. Ну, зачем? Только зачем это делать? Непонятно, опять же. Но сказано, ну, на самом деле, довольно странная вещь. Ну, может быть. Я просто к тому, что рефлексия человека, ну, то есть, она происходит на человеческом языке и, возможно, имеет... Рефлексии вообще не на языке происходит. Чувак, забей вообще. Не лезь со своим языком. Опять язык в анус полез неожиданно. Рефлексии, она совсем происходит. Она мышление осмысляет, обрабатывает. Это не обязательно языковое мышление. Тут все по-разному может складываться-то. Толскояческая рефлексия машина происходила бы на языке машины. В этом смысле она, может быть, уже есть. Просто мы ее так не называем. Даже ты в этот момент, когда это интерпретируешь, ты в редуцируешь к языку саму операцию рефлексии. То есть, для тебя тогда именно язык оказывается... Я его так назвал. Да, то есть легитимный ход. Кстати, ранние феноменологи, которые в социологию пришли, они очень старались этого избежать. Потому что тогда у нас получается понятная история, что то, что не обладает языком, не может рефлексировать. Мы там были попытки каким-то образом различить рефлексию и артикуляцию. А что ее различать? Ну, можно рефлексировать, в том числе с помощью языка, но этим все не заканчивается, очевидно. Но сегодня у нас другого основания нет. И в тот момент, когда... В смысле у нас, у кого у нас? У конкретно Вахштайна нет. У меня есть, например. Алгоритм, обученный достаточно долго, начинает давать отчет тебе в своих действиях на твоем языке. А в этот момент ему нужно сказать, что это рефлексивная тварь. Она каким-то образом рефлексирует то, что она делает. Ну, мысмысленный эксперимент китайской комнаты, он как бы указывает, что, в общем-то, нет как раз-таки. Мы все очень любим этот мысленный эксперимент. Да, мы все его любим, но мы его проигнорируем просто. А что нам? Уменизапно маргинал полез в мысленный эксперимент из китайской комнаты. Да, Сёрл, а что нам? Я понимаю, почему философы так за него цепляются. Потому что для них это последний бастион обороны. На последнем бастион обороны для философа тогда оказывается понятие сознания. Возвращаясь к тому, ради чего этот эксперимент. Окей, ладно, короче. Дальше какая-то щепуха, видимо, идет не про науку. Я хайлайт остановлю, видимо, на этом месте. Спасибо тем, кто смотрел хайлайты. Дальше вряд ли будет что-то интересное. Ну, вот. Я, видимо, дальше буду реже вмешиваться. Поехали. Спасибо.